доброе утро друзья доброе теплое прекрасное утро смотрите как классно вообще сегодня нет ни одного ветерка вчера столько ветром было у нас а сегодня ни одного смотрите какая красота вот это уже само море такой заливчик вдоль этого моря наставлены эти корпуса и здесь много отелей очень большой поэтому в ресторане и такие очереди постоянно как вертолет летает что за вот мы выбрали этот номер как вчера говорили да с выходом на бассейн даже на море изначально дали в том корпусе и окна были туда на дорогу кстати с интернетом у нас порядок нам подключили интернет дали роутер в номер чтобы вы грузили видео в отеле белые тюльпаны или как там желтые тюльпаны а детскую комнату с ветром обошли сейчас нет это маленькая была нет это где в лдвике ты чё на маленькая была и за это видео даже есть как . спится глаза он NOT это время еще утром все еще только завтракают а мы уже проснулись przysz вообще нам по этому времени жить идеально По-нашему мы проснулись в 11, а по местному времени в 8 утра. Вот как раз. Вам часто чувствуется, да, вот такое уже настроение. А то вчера мы какие-то эти, как пришибленные были. Ну ветер был, как-то холодно было, непонятно было. Все-таки погода играет очень большую роль, да? Ну конечно, мы приехали тут из зимы в тепло. Никак не иначе. Солнце вообще, ну прям капец, это самый такой цинус настроения. А кто говорит нищенский отдых, так вы посмотрите путевки сколько стоят. И заплачено немало денег. Поэтому и охота ожидать большего. Херню всякую пишите, как обычно. Большего и лучшего. А то про раковину написала. Это ресепшн. То есть это ресепшн, да? Это люди. Здесь же банкомат есть, что удобно. О, National Bank. Корпусов очень много. Там дальше, если подниматься по дороге... Как же море? Море, да, с двух сторон. Получается с этой стороны и с той стороны. Оно омывается. Вот Sunny Days. Тут же магазинчики такие. Икея даже есть здесь. А, да, да. Хотите показать? Хотите покажу? Ну, с интернетом вообще классно. Мне эти Литва деньги так и не возвращают 250 рублей. Я у них требую возврата. За не оказываю им услугу. Они мне пишут, что оказали услугу в полном объеме. Представляешь? Да? Это я приду, даже страницу не могла открыть. Не то, что там что-то взлетит. Это что за связь, Игорь? Теледва. Короче, те, кто... Кстати, мы второй раз уже замечаем. Шермальшейхи за Теледва за сутки просят 350 рублей. Вот так же это? Да, и точно так же, короче, те же думали, что здесь будет получше интернет. Теледва в Египте просто нету, не существует его. Не надо вот на этот лохотрон разводиться. Нет, а показывает-то вот этот... Он привязался из Тилэйт, что ли какая-то местная связь? Показывает-то все хорошо. 3G, у них здесь 4G, видимо, нету. Все антенки полные 3G, а как таковое вообще нет связи. Показывает, зайдем, посмотрим. Куда ты пошел? Давай потихоньку везде все посмотрим. Что здесь, коронавирус? Видео сделаю покороче. По времени, Мишка? Да, да, да.